Достаточно исчерпывающий список того, по каким признакам вы сможете наблюдением, простым наблюдением, понять, что мотивация сотрудника снижается. Единственное два комментария. При условии, что это не является особенностью личности вашего сотрудника. Понимаете, о чём я, да? То есть, если человек по своей природе опоздун, да, то есть он всегда опаздывает, то это не симптом демотивации, это его личностные особенности. Если человек по жизни вечно недоволен, то это не признак демотивации, это его особенность личности. Поэтому очень здорово понаблюдать человека в динамике. И в том числе я сторонница того, чтобы собирать рекомендации с предыдущих мест работы, для того, чтобы понять, он всегда такой или только с вами. Что ещё имеет значение? Наверняка вы сами переживаете дни, когда вам не хочется идти на работу, даже если это работа любимая, согласны? Ну, плохое самочувствие, ну, какие-то неудачи в семье и так далее. С этой точки зрения, если эти симптомы происходят, не знаю, день, два, неделю, это рано бить тревогу, да? То есть, возможно, проблема не в демотивации, а просто в каких-то обстоятельствах, которые влияют на вашего сотрудника. Но если это длится несколько недель, и у вас нет каких-то причин, да, которые могли бы это объяснить, то, наверное, стоит уделить этому внимание, согласны? Стоит обратить внимание, если ваш сотрудник ведёт себя как-то так.